Не глядяши на час летних каникул, у стенах середней школы номер 22 города Гомеля довольно шматлюдно. Тут собрались и наставники, и школьники, и представники субъекта профилактики, как бы расисты открыть оздоровленную измену. Для каждого лагера предугледжена назва, им, а главная профиль деятельности. Так все лета у Гомельской середней школы номер 22 их будет працовать одразу три. Лагер працы от починку, оздоровленши, ими школьные военно-патриотичные накерованности. Дарыча опошни выкликау наибольшую текавостью подлетков. Было немало ожидающих трапить сюды. Заявки на удел подавали школьники из усяго советского района. У вынику были одобраны лепшие из лепших, дети, які проявили себе на районных споборництвах, або у громадянско-патриотичных акциях. Зараз у межшкольных лагерей военно-патриотичной накерованности их чекает насыщенная тематичная программа. Мы будем сотрудничать с воинской частью 55-25, где для учащихся пройдут показательные экскурсии, показательные выступления солдат, выставка оружия и спортивные соревнования. Также у нас запланирован цикл мероприятий на базе учреждения образования «Центр допризывной подготовки», где на протяжении трех недель наших ребят будут готовить для участия в военно-патриотической игре «Зарница». В рамках данной игры ребята смогут проявить себя как знатоки истории нашего государства, проявить себя в военной подготовке, в медицинской подготовке и в пулевой стрельбе. А в средней школе номер 29 города Гомеля, одразу после урочистых открытия лагерной змены, приступили до оздоровленческих занятков. Спортивная эстафета, рухомые гульни, займальные физичные практикования. Приоритетными напрямками деятельности Гомельской средней школы номер 29 з'является пропаганда здорового ладу життя. Только у первую лагерную измену оздоровление и активный отпочинок тут пройдут больше, как 100 детей из разных школ или уночного района. А кроме этого, у стенах установы адукации будут дейничать лагеры працы и отпочинку, где наученцы смогут не только с корыстью провести свой вольный час, а и заработать гроши. Треба отзнашить, подобные горты зараз являются пособливыми запотребованными. Меж тем, дейность лагеров працы и отпочинку привабливая не только подлетков. Батьки так само текавятся, и мкнуться накеровать своих детей, минавито у них. В нашей школе организован лагер труда и отдыха, где занимаются две группы. Одна группа будет заниматься в школе, на базе школы, которые будут выполнять работы, связанные с благоустройством территории школы, это полисадники. Следующая группа будет заниматься в межшкольном оздоровительном лагере на базе школы-интернат поселка Гостюковка, где дети будут, это девочки, которые будут работать в швейных мастерских. Ребята, кроме того, что они будут участвовать в трудовом лагере, получат трудовые книжки и, естественно, свою первую зарплату. Поэтому многие родители заинтересованы в том, чтобы дети принимали участие в таких трудовых лагерях. У целом, все лето на территории Гомеля будут дейничать больше 230 оздоровленших лагеров. Плануется, что их наведывальниками станут 8,5 тысяч школьников. Оздоровленшие лагеры будут вести работу по 16 на керунках. Кожный школьник сможет обрать для себя занятки по интересах, бо ни одно дитя по шасследних каникул не повинно застаться без уваги. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, Телерадо, компания «Гомель».